Харе Хришну, дорогие Ващнавы, примите мои поклоны. Мы продолжаем с вами изучать нектар преданности. И сегодня наша тема — Рагануга, Саддана Бхакти. Наконец-то будем говорить о важных вещах. И мы почитаем из 15 главы. Немножечко напомню, как у нас повествование строилось. Сначала мы говорили с вами о том, что такое чистое преданное служение. Дали определение вместе за Шиларупа Госфами. Мы дали определение. После этого поняли... Что после поняли? Определение сначала дали, а потом мы о чём говорили? О плодах, плодах чистого преданного служения. Шесть плодов. После этого мы стали говорить о Саддана Бхакти. Как его практиковать, какова квалификация человека. Что является Саддана Бхакти, что не является Саддана Бхакти. Ваидхи Саддана Бхакти. И говорили о 64 англах, из которых это Ваидхи Саддана Бхакти состоит. И сейчас мы приступаем ко второй части Саддана Бхакти. Она из двух частей стоит. Ваидхи и Рагануга. И вторая разновидность Саддана Бхакти называется Рагануга. Глава номер 15. Почитаем вместе тогда из этой главы и будем читать и прямо идти по этому повествованию. И в 15 главе даётся определение, что такое Рагануга Саддана Бхакти. У вас это определение есть тех раздаточных. Помните, я вам присылал? Помните, да? Можете, они у вас есть или нет? Есть. Вот, можете открыть, посмотреть. Перевод этого текста. Это из Бхакти Расамрита Синду. Шилу Рупа Госвами даёт определение, что такое Рагануга Бхакти. Преданное служение в спонтанной любви ярко проявляется у обитателей Вриндавана. Преданное служение, согласующееся с их преданным служением, называется Рагануга Бхакти или следовать по стопам вечных спутников Кришны во Вриндаване. Что вы из этого стиха узнали с вами? Следовать по стопам кого-то, да? Жителей Вриндавана. То есть у нас есть в этом определении, в этом тексте есть две категории. Одна категория — это жители Вриндавана, их называют словом Рагатмика. Рагатмика. Жители Вриндавана. Рага — значит привязанность, атма — значит душа. И Рагатмика означает, что всё их сердце, всё их сознание, даже не сознание, а все эмоции. Потому что когда вы слышите слово «сердце», вообще в определениях, когда говорят «сердце очистить», это всё время говорит о сознании, то есть сознание — это и ум, и разум, и эмоции, когда говорят об эмоциональной составляющей сознания, всегда используют слово «сердце». Сердце — это эмоции. Ясно? И вот Рагатмика означает, что всё их сердце, вся их эмоция полностью, 100% сосредоточена спонтанно, с удовольствием, без размышлений. Просто нравится им очень сильно Кришна. Вот это называется Рагатмика. То есть вся душа, всё сознание, всё сердце полностью отданно Кришне. Рагатмика. Это атма или чьё сердце, любовь полностью отдана Кришне. Называется словом Рагатмика. Запомнили слово? А есть другое слово преданное. Называется Рагануга. Это два разных слова, понимаете? Буквки другие тут. Другие вот совсем. И Рагануга, Ануга означает следовать. А Рагануга значит следовать по стопам за Рагатмиками. Видите, тут как бы два человека есть. Есть Рагатмики, а есть Рагануга. И это про разное. Одни это вечные спутники Кришны во Вриндаване. Вечно освобождённые, влюблённые. Им не надо ничего развивать. Они уже полностью достигли совершенства. Спонтанно любят Кришну. А есть садаки, которые не достигли совершенства. У них нет любви ещё, понимаете? Но они хотят определённую любовь, которая есть у них, развить. Окей? Слава Богу. Вот, я нарисую, чтобы ещё было понятнее, что вот этот идёт туда, за ним следует. И в 15 главе вы слово Рагатмика не найдёте. Потому что тот, кто транскрибировал на диктовку Шилы Праупады, перепутал Рагатмика с Раганугой. И везде вы будете видеть слово Рагануга только. Но в 15 главе, везде, где видите Рагануга, это Рагатмика значит. Опечатка. Прямо в книжечке. Прямо в книжечке вместо Рагатмики написали Рагануга. А что делать? Бывает такое. Звучит похоже, видите, мы путаем всё время. Рагануга, Рагатмика. Какая разница-то действительно? В 15 главе везде Рагатмика. То есть там речь идёт. И почему в 15 главе про Рагатмик? Потому что перед тем, как объяснить людям, как заниматься Раганугой, надо сначала объяснить, кто такие Рагатмики. И вся 15 глава, она объясняет этих совершенных жителей Вриндавана. Кто они такие, какие у них есть отношения с Кришной. А в 16 главе начнётся, подтверждается. А в 16 главе будет про Рагануга-садхану. Вот такая вещь. Понятно? Теперь давайте почитаем дальше. Определение мы дали. Шилу Прабхупада пересказывает это определение в комментарии. Проявление, примеры спонтанного преданного служения легко найти в ближайшем окружении Кришны во Вриндаване. Проявление спонтанной любви к Кришне обитатели Вриндаваны называются как? Рагатмика. Правильно, правильно. Ещё немного что-то я вспомнил. Чтобы понять, что такое Рагатмика. Вот вы сидите, вы смотрите на человека, да? Ну, на какого-то человека. И человек как человек. Ну, скучный просто. Скучный человек, как бы ничего там в сердце не ёкает. Просто один из шесть-семи миллиардов людей. А на другого человека смотрите, и как-то вот прям что-то там кипит в сердце. И даже просто рядом находиться уже хорошо. Вот как эту вещь контролировать? Оно и либо есть, либо нет. Так же ж? И вот эти вот Рагатмики, вот мы смотрим на Кришну, смотрим на Кришну, и ничего не ёкает. Хотя по идее, ну, это же самое, это самая дорогая Личность для нас. Но как-то ничего не чувствую. И вот выжимаю из себя, и там как-то вот прям лицо делаю жалостливое во время воспевания. И ничего нет вообще. И ничего нет. А вот Рагатмики, они вот смотрят на Кришну, и вот смотреть уже хорошо. Уже просто хочется вот так выпрыгнуть из себя, и вот сделать для него что-то хорошее. Вот Рагатмики во Бриндаване, они вот так относятся к Кришне. Сто процентов их привязанность туда на Кришне. А у нас нет пока такого. Теперь, пример, который приводит Шиллопраупада. К примеру, мальчики-пастушки играют, извините, обитателям-бриндаванам не нужно учиться преданному схожению. У них уже есть, они смотрят, у них уже спонтанно. Им не надо учиться этому. Они уже достигли совершенства в следовании регулирующим принципам и уровня спонтанно-любовного схожения Верховной Личности Бога. К примеру, мальчикам-пастушкам, играющим с Кришной, чтобы научиться играть с ним, не нужно совершать аскезы. Налагать на себя епитемии или заниматься йогой. Все испытания регулируемого послужения они уже выдержали в своих прошлых жизнях, в результате чего получили возможность непосредственно общаться с Кришной, как его близкие друзья. Их спонтанное схожение называется рогатмикабхати. Правильно, исправьте там. И Шиларупа Госвами определяет рогатмикабхати как самопроизвольную привязанность к чему-то, когда все мысли человека сосредоточены на объекте его привязанности, и им владеет неотступное желание любви. Вот он не понимает, он не объясняет себе, что это полезно, что это вообще Бог, что это, ну, еще что-то, он не объясняет себе. Он просто видит, ему просто сердце, фонтан эмоций. И он говорит, я хочу ему служить. Вот это рогатмикабхати. И дальше, сейчас будет важный момент, Шиларупа Госвами цитирует Шимат Бхагаватам 7.1.30. 7.1.30. У вас в книжке так написано? 7.1.30? Да, и 7 до этого. И 7.1.30 звучит таким образом. Там перечисляется, внимательно послушайте, там перечисляются разные эмоциональные взаимоотношения с Господом. Вот когда к Богу как к Богу, давайте вот пример только приведем, вы приходите в паспортный стол, паспортный стол, и там приходили, да, паспорт менять там, или, я не знаю, что-то делать. И там сидит человек. Человек, такое безличное отношение, да, то есть это как бы, как это назвать, офисный работник, который строго следует по инструкции, и о каких отношениях, когда вы с каким-то принципом взаимодействуете? Какие две эмоции возникают, когда вы работаете с принципом? Ну вот пришли, здрасте. Здрасте. Принесли все справки? Вот одну не принёс. Всё, вот завтра приходите. Либо принёс, ну давайте. То есть, либо я принимаю целиком, да, ну как бы подчиняюсь власти, либо я отвергаю власти и как бы возмущаюсь власти. То есть с властью очень простые отношения. Плюс-минус. Принимаю, отвергаю. Или нет. А теперь, смотрите, из этого человека, ну из этого принципа вдруг появляется Личность. И сразу появляется огромная палитра взаимоотношений. я могу ненавидеть его, я могу любить его, я могу смеяться с ним. Ну то есть много-много разных вариантов появляется. И вот сейчас в тексте 7.1.30 из Шримад Бхагавата мы увидим, как много личностных отношений. И сейчас пойдёт именно про личностные отношения с Богом. не с Богом, как с Богом, ну как с властью, а с Богом, как с человеком, как с индивидуальностью. И давайте посмотрим, что у нас есть. Этот стих говорит, давайте мы нарисуем Кришну. Зачем мы вот это разбирать, сейчас этот стих будем? Потому что мы хотим увидеть, что из разных видов эмоциональных отношений с Кришной только некоторые эмоции, некоторые отношения называются роганугой, рогатмикой. Только некоторые. Понимаете? Не все, не все эмоции, не все отношения с Богом, такие эмоциональные, личностные. Не все личные, они все будут личностные здесь. Не все личностные отношения с Богом называются рогатмикой. И мы сейчас вычислим из этого текста вслед за Рупага с вами, какие относятся к рогатмикой, а какие не являются рогатмикой. И вот у нас, значит, в центре у нас Господь, Кришна. И сейчас будут разные личности вокруг Него, которые эмоционально, они Его как Личность признают, не как закон, а как Личность, но разные эмоции. И первый, кто у нас здесь. Гопи у нас есть. Гопи. Какие чувства они испытывают Кришне? Говорится, Кама. Вот Кама. Мы прям по тексту идем, по тексту. Вот царь. Многих преданных к Верховному Господу поначалу привлекалось желание чувственных насхождений. Это Гопи. Желание чувственных насхождений. Или Кама. Такое слово использует Шимадбхагават. Потом. Камса. Какие у него чувства были? Камса. Страх. Страх. Там используется слово страх. Пхая. Потом. Кто у нас еще есть? Чувственные насхождения. Зависть к нему. Страх перед ним. И стремление наступить близкие отношения с ним. Значит, страх. Камса. Это страх. Двеша. Шишупала. Двеша. Шишупала. Помните, кто такой, да? Откуда вы все знаете? Спирь смотрели. Ненависть. Генетический у него был феномен. То есть, Шишупала испытывал ненависть. Двешу. Ненависть. Потом у нас цари. Цари. Это кто у нас цари? Под царями у нас были. Так-то так. Ядовы и вришни. Ядовы и вришни. А? Это разные, да? И что они? В каких отношениях? Родственники, да? А? Как? Там как написано? Родительские? Да вы что? Нет. Родственники. А как тут родственники? Самбанха. Самбанда. Родственники. И кто у нас еще остался? Вы пандавы. Кто? Бхактия. Пандавы. Бхактия. Преданность. Преданность. Вот у нас получилось пять. Кто? Какой еще? Да. Вот пять у меня оказалось. Вот. Пять. А давайте почитаем. Нет, шесть. Пять. Итак, Шемат Бхагаватам, в котором Нара Дамуни, говорит Хьютиштири. О царе! Многих преданных Верховному Господу поначалу привлекалось желание чувственных насхождений, зависть к Нему, страх перед Ним, ненависть. Страх перед Ним или стремление вступить в близкие отношения с Ним. Но в конце концов их отношение к Нему очищается от материальной скверны, и человек, поклоняющийся Ему, постепенно развивает в себе духовную любовь и достигает конечной цели жизни, которой стремится чистый и преданный. Вот у нас получилось пять. Кама, страх, ненависть, двеша, преданность пандалов и самбанда, ядалов и вришни. Давайте почитаем дальше. Привязанность Гопи к Ришне можно отнести к категории... Теперь к этой вот категории спонтанности, рогатмика, у нас подходит всего две. Всего две из этих пяти. Вот из этих пятеро они все испытывают какую-то привязанность к Личности Бога. Так ведь? Но из этих пяти только две привязанности называются рогатмикой. Остальные у них там чего-то не хватает, чтобы называться рогатмикой. И какие из этих двух — это Кама и самбанда. Вот эти вот двое являются рогатмиками. Вот об этом можем дальше почитать, Шива Прабхупада объясняет. Привязанность Гопи к Ришне можно отнести к категории спонтанной любви, вызванной чувственным влечением. Гопи — молодые девушки, а Кришна — юноша. На первый взгляд может показаться, что Гопи испытывают к Ришне плотское влечение. Другой пример — царь Камса, который привязался к Ришне и страха перед ним. Камса всегда боялся Кришне, поскольку ему была предсказана гибель от руки сына его сестры. Шишупала все время завидовал Кришне. А потомки династии Яду находились с Кришной в родственных отношениях и считали его одним из членов своей семьи. Во всех этих случаях спонтанная привязанность преданных Кришне относится к разным категориям, но все они достигли одной и той же желанной цели. Привязанность Гопи Кришне и привязанность к нему членов рода Яду относятся к категории рогатмика — спонтанной привязанности. Почему? Они потому, что здесь его Богом не считают. Тут нет такого, что он Бог. А я сейчас объясню все вообще, объясню. Сейчас узнаем все, там все нам объясняют. И здесь тоже Богом не считают. Он для них родственник. Родственник, наш Кришна, наш брат Кришна. А вот смотрите, с Камсой в чем проблема? Камса — тоже эмоциональная привязанность. Почему он в категорию рогатмиков не входит? Почему его не взяли? Страх и что? Какое у нас определение чистого преданного служения? И там есть слово такое, анукульена, помните? Которое означает, что он с удовольствием делает что-то приятное для Кришны. А Камса с удовольствием не делал что-то приятное для Кришны. Так как у анукульена нет, негативное отношение к Кришне дисквалифицирует его как преданного. А он не преданный. Шишупала такая же тема, да? Очень сильно был привязан. Камса настолько был привязан, что когда его жены заходили в голубом и желтом саре, он в голубом и каком? Да, ну Кришна и Баларама. Он кричал, а-а-а-а, убейте, убейте. То есть он постоянно 24 часа в сутки думал про Кришну и Балараму. Но это не было преданным служением. Это не преданное служение. Шишупала то же самое. Он с удовольствием качество Кришны на них медитировал, но искал у них недостатки. Большой специалист. Если вдруг вас критикуют, не переживайте. Кришну тоже критиковали. Что ж про нас-то говорить. Так, две категории рогатмиков. Это кама и самбанда. Родственники, родственные отношения с Кришной и вожделение, трансцендентное. Вот две категории рогатмиков. Вот все остальные отношения не являются рогатмико-бхакти. Вот эти люди, они совершенно вообще не бхакты, потому что у них мотив не бхактовский. А вот здесь есть понимание величия. Поэтому тоже не идёт. Ну вот как-то так. Что я могу сделать? Теперь по поводу того, что они достигают одной и той же цели. Огромная часть комментариев Шилопраупада посвящена этому. Он говорит, что одной и той же цели означает, что все они достигают Бога, но в разных Его ипостасиях. То есть, если мы возьмём Бога, у нас три же есть, да? Браман, Параматма и Бхагаван. Верховная Личность Бога, Параматма и Браман. Демоны и имперсоналисты попадают в Брамаджёти. Вот одни там, знаете, столько... Тоже интересный момент. Там кто-то садданы, эти брамавади занимаются садданы интенсивные, много жизней. И в конце концов они попадают в Брамаджёти. И демоны. Но только надо сказать сразу, что это не то, что какой-то... Ну, в интернете демон появился и говорит, Бога нет. Это не такой демон. Это не такой демон. То есть, если у него просто вот он атеист, это одна тема. Но когда он лично Бога ненавидит, видите, личная ненависть, это другая тема. Он знает, какой он, и вот он мне не нравится. И так, за счёт того, что у него есть личностная ненависть Богу, он достигает быстрее того, что в Брамаваде много-много-много жизней. Видите, личностные отношения, как важно. Потому что, по крайней мере, Бога личностью признаёт, просто его ненавидит. Что делать? Бывает такое. И те, и другие попадают в Брамаджути. Тогда как преданные достигают личностных отношений. А рогатмики достигают очень близких отношений с Кришной. Но одной цели означает, что все они с Богом встречаются просто в разных ипостасях. Ну, в принципе, всё, что вот здесь можно объяснить. И теперь про эти два вида рогатмиков. Одно из них называется кама или вожделение. И второе называется самбанда. Давайте посмотрим, что пишет Шила Прабхупада. Вожделение Гопи не имеет ничего общего с каким-либо видом плотского влечения. Шила Рупа Госвами объясняет, что в данном случае под вожделением подразумевается особая форма отношений, связывающих преданных с Кришной. Каждый, достигший совершенства, преданный испытывает спонтанное влечение Господу. Это чувство иногда называют вожделением. Оно представляет собой страстное желание преданного служить Господу в определенном качестве. Это желание можно принять за желание насладиться Господом, но на самом деле преданным движет стремление определенным образом служить Господу. К примеру, преданный может хотеть общаться с Личностью Бога, как один из его друзей-пастушков. Он будет стремиться служить Господу, помогая ему пасти коров на лугах. В этом можно усмотреть желание наслаждаться обществом Господа, но на самом деле это проявление спонтанной любви и желания помочь ему управляться с трансцендентными коровами. Ну то есть сильные чувства вообще изначально, когда создавался, ну не создавался никогда мир, но вообще идея этого мира, трансцендентного мира, когда Кришна творил этот мир, ну так, чтобы нам было понятнее, когда он творил этот мир, идея была очень простая — насхождаться взаимоотношениями. То есть ему хотелось любить. Для того, чтобы любить, нужно, чтобы были Личности, правильно? Или нет? Ну иначе как бы невозможно, как будет строить это, как раса будет возникать, если никого нет. И для того, чтобы Любовь проявлять, нужны приключения, нужны формы, нужны разные события, которые помогут это проявить. И разные отношения. И вот изначально вот то, что мы видим здесь, вот там друзья, там господин и хозяин, господин и скуга, что ещё? Романтические отношения, родительские отношения, изначальные идеи всех этих отношений, внимательно послушайте, изначальные идеи всех этих отношений была в том, чтобы можно было проявлять Любовь. Сейчас вы не понимаете, о чём речь. Не понимаете. Вот смотрите, один фломастер, другой. Они были созданы, чтобы красный фломастер любил чёрный фломастер. И любил означает, он не думает про свою красноту. Он думает, а вот чтобы этот чёрный фломастер прям вообще был счастлив. Вот про себя вообще не думает. И для того, чтобы он мог вот это проявить, нужны какие-то приключения, нужны расы, нужны отношения разные. И вот весь духовный мир создан для того, чтобы Кришна мог бескорыстно служить преданным для их радости. А преданные бескорыстно служили Кришне для его радости. Теперь что мы сделали сейчас в материальном мире? Мы взяли вот эти идеи, но потому что новых идей-то мы не можем придумать. Оно же всё придумано. Мы помним, что были какие-то расы. Помним, какие-то расы были, потому что мы созданы для расы, понимаете? Помним, что были расы. Но теперь просто всё извратили. И теперь все эти отношения используются не для того, чтобы красный фломастер сделал счастливым чёрный фломастер, а красный фломастер использует чёрный фломастер для того, чтобы ему, его краснота стала больше. А этот тоже думает о том, чтобы использовать красный фломастер для того, чтобы моя чернота стала больше. И то есть взяли все эти расы. То есть есть друзья. Но друзья не для того, чтобы сделать друга счастливым. а для того, чтобы использовать друга так, чтобы мне было хорошо. Есть романтические отношения не для того, чтобы сделать того счастливым, а для того, чтобы использовать его, чтобы мне было хорошо. То есть очень похоже, да? Те же самые истории, но идея извратилась полностью. И вот эта идея Камы, Камы вот этого страстного такого желания, вот как гопи, они с ума сходят, и мы думаем, ну это как у нас. Нет, это как у них. А мы попытались подражать, но забыли, в чём надо подражать. И вместо того, чтобы как они, для Кришны всё. Знаете, вот так вот человек сходит с ума от того, чтобы сделать Кришну счастливым. Вот так мы сходим с ума по своим чувствам. Вот такая вот вещь. Ну, я пытаюсь объяснить, что идея, взятая из духовного мира, просто сейчас она извратилась. И когда мы смотрим на изначальную, вот то, что здесь называется Кама, изначальная Кама, это сходить с ума от того, чтобы порадовать Кришну. И дальше, чтобы нам ещё, ну как бы добить нас, Рупа Госвами цитирует из читания Чаритамриты, Кришнадатской вираджи Госвами, который описывает, в чём разница между камой материальной и премой, или духовной камой. И духовная, материальная кама — это атмендри притти, атма, атмендри ити ичха, то есть желание удовлетворять свои чувства. Что такое кама? Это когда человек хочет делать что-то для своих чувств. А что такое према? Према — это когда есть сильное желание делать что-то для чувств Кришны. Пастушки как-то шли вместе с Кришной и говорят, Кришна, что-то мы кушать хотим. Сильно-сильно. Чувствуешь запах? Это плоды тала. Там один Тхенукасура, злобный такой, нехороший человек. Может, ты его прибьёшь, и мы там, ну как бы, покушаем. Что это такое? Это же кама. То есть заставляют Бога работать на себя. Но на самом деле это према, потому что они знают, если бы они сказали, Кришна, мы хотим тебя накормить, там просто какой-то осёл бегает. Кришна сказал, да Бог с ним вообще, я не голоден, я не голоден. И всё, они не смогли накормить его. Поэтому они понимают, если мы хотим накормить Кришну, а мы хотим накормить Кришну, это единственное, для чего мы живём, то как его накормить? Надо сказать, что нам это надо. И тогда он прибьёт этого тхинукасура, и у нас будут суперплоды, которые мы можем предложить Кришне. Понимаете? И только кажется со стороны, что они просят его и заставляют его что-то делать для себя. На самом деле всё, что они делают, они делают для того, чтобы ему было хорошо. И вот это кама. Кама означает, что радовать чувства Кришны, а, извиняюсь, према, а кама означает радовать свои чувства. Ладно. Теперь возникает вопрос. Ну, если... Вот говорят, у гопи не было своих чувств, они не хотели насхождаться. Хотя вот мы так смотрим своим испорченным сознанием, и кажется, ну, понятно, всё для Кришны, а на самом деле насхождаются. И это обыкновенная романтика, сексуальные отношения, мы это знаем. Где доказательства того, что это не фантазии вайшнавов, вот нас, да, которые пытаются одухотворить амурные дела Кришны и гопи? Каковы доказательства, что это действительно трансцендентно? Вот дальше, в Шастрах, подождите, приводит Рупа Госвами. Великие преданные, вплоть до уровня Утхавы, находятся в очень близких дружеских отношениях с Господом. Но и они стремятся следовать примеру гопи. Отсюда следует, что любовь гопи Кришны не имеет ничего общего с материальным вожделением. Иначе, с какой стати Утхава захотел бы следовать по их стопам? Другой пример — сам Господь Читани, который после принятия саньяса отрёкся от мира. Он тщательно избегал общения с женщинами, но тем не менее учил, что нет лучшего способа поклонения Кришне, чем тот, который избрали гопи. То есть великие, отречённые люди. То есть Господь Читани, к нему даже женщины не могли подойти. Они хванились, жёны его преданных, они хванились на расстоянии, где-то вообще далеко. То есть он вообще не пересекался никак. И Госвами Бриндавана жили, мы знаем, их сады на 22 часа. Два часа на сон, на проверку писем. И вот эти люди, которые жили абсолютно отрешённо, они говорят, что эти отношения чистые. И есть такие учёные, которые объясняют, что ну да, они не насхождались на грубом плане сексуальными отношениями, но всё у них был, знаете, эстетический секс. В уме. Они вот эту романтику всё возносили и насхождались там в уме. Но так же не бывает, предметы. Если романтика в уме начинает появляться, то это конец. То есть оно физиологически так устроено в нашем организме, ум с телом так вот устроено, что оно всё срабатывает. Невозможно. Если человек начинает кино смотреть в уме, то и до практики всё очень быстро дойдёт. Поэтому то, что они вели такой невероятно чистый образ жизни, говорит, что никакого вожделения в уме не было. И что вот эти истории, которые они описывали, мы не читаем это. Нам не надо это читать. Ну, рано ещё. Хотя это не вожделение, но если мы начнём читать, у нас точно будут всплывать нити и мысли. И доказательство, что это всё было чисто, то, что они вели такой чистый образ жизни, невозможно по-другому это объяснить. И сам Госпочитание, Шесть Госвами, Удхава, эти все совершенные личности, чистые личности, у которых не было ни грана вожделения, они говорили, мы хотим учиться у Гопи тому, как служить Кришне. И в конце он говорит, с другой стороны, есть Кубжа. Кубжа. Кто такая Кубжа? Гарбуния. Кстати, она, несколько объяснений, кто, кем она является. Одно из объяснений, что она сама земля. Почему она была сгорблена? Потому что демоны, демоны там поселились на ней, и Кришна выпрямил её, означает, что исправил, убрал вот эти проблемы все. И вот у неё не было вот это, она не рогатмика, в том смысле, что у неё нет не такая же любовь, как у Гопи. И её привязанность к Кришне немного связана с личным чувственным насхождением. Поэтому она в эту категорию не попадает. Её называют почти вожделением. В конце говорит, её влечение Кришне было сродни мирскому, поэтому её любовь нельзя приравнивать к любви Гопи. Её любовное отношение к Кришне называют Кама Прай, то есть как бы любовь Гопи Кришне. Ну, в принципе, всё. Это 15 глава. Мы узнали из 15 главы, что есть два, две категории, рогатмика и рогануга. Рогатмика — это преданные, спонтанно любящие Кришну из Вриндавана. И есть две категории, рогатмика, бхакти — это Кама, как, да, это вожделение, и самбанда, или родственные отношения. И то, и другое чисто. И другие виды привязанности, когда есть какое-то благовение или когда есть негативные эмоции Кришны, они в эту категорию не относятся, хотя личностный аспект там есть. Есть вопросы? Можно вопросы? Да. Так это всё-таки Шарбанаха, или всё-таки это Маджи? Вот, вот, и то, и другое. Я читал об этой книге в Раджанава Махима, Шиварам Махарадж пишет. Он говорит, что, иногда говорит, что их там двое, а иногда говорит, что они в разные эпохи. Вот. Ну, тут глубокие вещи. — Как вот с Гири Раджаном тоже две версии. Причустили многих плачналов на Галакхана Пуджу, Кандарико Госвами, Санитика Госвами. — Что он сказал? — Он сказал, что это вот, или это... Гири Раджан, это вот, или для Маджи Раджанава Махима, он как гора. — Он как гора. Мощно. Ну, то есть мы не будем в эзотерику сейчас погружаться, не будем в эзотерику. Мы лучше к 16 главе перейдём. А, давайте. — А как связаны между собой према и рогатмиками? — Према — любовь к Богу. У них, у тех, у рогатмиков, в Кришна према-бхакти есть. Вот, они достигли Кришны према-бхакти. — То есть у богатмиков есть према, а у тех, у них према, они вот такая према... — А према бывает разной. Према есть, вриндаманская према, мы чуть попозже про это скажем, у нас будет там этот материал. И есть према, которая на Вайкунхе. Или бава, которая там... Мы о баве будем говорить, что есть. Да, и на Вайкунхе есть према тоже, и бава, и према. Но просто разные настроения. Здесь именно вриндаванское настроение. И те, кто во Вриндаване, вот у них вот есть два варианта — самбанда и кама. — А как ещё понять, что действительно вот это следовало их настроению, оно есть? — А вот же сейчас в 16 главе мы узнаем об этом, что оно есть или его нет. И в 16 главе про взаимоотношения вы вот спросили, мы про каму сказали, а про самбанду не сказали. Про самбанду в 16 главе про этот вид отношений описывается. В отношениях к Кришне таких обитателей вриндаваны, как Нанда, Махарадж и Ешода, важно уметь различать совершенную трансцендентную концепцию родительских отношений с Кришной. По сути дела, никто не может стать отцом или матерью Кришны. Но когда преданный испытывает к нему такие чувства, это называется любовью Кришне в родительских отношениях с ним. Те же чувства питают к нему вришни. Видите, вришни почему мы там написали. Родственники Кришны в дварике. И так спонтанную любовь к Кришне проявляют как обитатели дварики, принадлежащие к роду вришни, так и жители вриндавана. А пандавы точно к Кришне никак не относились, да? Я что-то у меня сомнений. Маджа, она же, я поэтому и говорю, что, вот что, да, она же оттуда. То есть, и так, самбанха-нуга, или, извиняюсь, самбанха, самбанха-нуга — это те, кто за этими рогатми, кто им следует. Это такие отношения, как, что Кришна их сын, Кришна их друг. Спонтанная любовь к Кришне, проявляемая вришни и жителями вриндавана, вечно живёт в них. Обсуждать эту любовь на стадии регулируемого преданного служения нет необходимости, так как она на более высокой ступени она должна развиться сама. Важный момент в комментарии Шелла Прабхупада говорит, что мы не будем больше про рогатмиков говорить, дальше про них там. То есть, мы сейчас сосредоточимся на практике, на рогануга, как за ними следовать, потому что мы хотим развивать это. А про них это уже не практика. У них это не практика, для них это жизнь. И когда вы достигнете этой ступени, вы поймёте, о чём там речь. А сейчас надо просто подумать о том, как к этому идти. И вот как к этому идти, дальше Шелла Прабхупада объясняет, как же к нему идти. Кто может достичь уровня спонтанного преданного служения? Вот такой раздел интересный. Кто может достичь? Вот кто может идти за этими великими святыми? Какие ваши варианты? За рогатмиками. Кто может заниматься рогануга саданой? Кто может заниматься рогануга саданой? Кто из них может заниматься? Рогануга, значит, идёт за рогатмиками. Так? Вот он идёт за ними. Вот этот стоит, а вот этот за ними идёт. Вот идёт за ними. И вот вопрос. Вот кто может этим заниматься? Кто может заниматься? Подождите, это рогануга же садана, да? Вот кто может заниматься рогануга саданой? У кого же горячее желание служить? Чистый преданный. Ещё какие версии? Из вас, да, нужен пример. Вот, давайте прочитаем. Тех, кто хочет следовать по стопам вечных спутников, преданных Господа, вришни и обитатели Вриндавана называют роганугами, что означает, что они пытаются достичь совершенства, которым обладают эти преданные. То есть, если у кого-то есть желание за ними следовать, то он может заниматься рогануга саданой. Должно быть желание. Подождите, подождите. Вот желание, когда есть, вот знаете, прям вот, ой, я хочу прям за ними следовать. Да, и оно, знаете, вот это желание, и его ещё надо развивать. И вот рогануга, вот если желание есть, смотрите, пишем здесь, желание. Ещё раз, это для нас не актуально, но просто как теорию хотя бы, чтобы у нас было. Смотрите, желание есть. Вот это вот желание, оно вот такое есть. И вот это желание, оказывается, может развиваться. И вот если вот небольшое желание есть, небольшое желание есть, вот я хочу следовать за, не знаю, гопи Вриндавана, или я хочу следовать за Ишода и Нанды Махараджи. Вот если такое желание есть, то в принципе уже человек может это делать. Он уже говорит, я хочу заниматься роганугой, я хочу следовать за рогатмиками. Это и есть рогануга. Понятно? Всё, если желание есть, молодцы. Теперь нас предупреждают. Нас предупреждают Шила Краупада. А, ещё говорит, что вот эти преданные, у которых есть это желание, и они за ними следуют, они не слишком, здесь говорится, не очень строго придерживаются регулирующих принципов преданного служения. Не очень строго придерживаются регулирующих принципов преданного служения. Почему, говорят? Ну сразу возникают образы, что они стали покуривать, пьют чай чёрный, и как бы не ходят на мангар, и говорят, а у нас, знаете, написано, не слишком строго следовать. Во-первых, тут не идёт речь про четыре регулирующих принципа, здесь идёт речь про Шраванам, Киртанам и так далее. Но даже к этому что означает, что они не строго следуют? Это означает, что вдохновение у них, наследование этому, приходит изнутри. А у нас вдохновение, чтобы ходить на мангарате, приходит из лекции. Духовный учитель как зарядит в лекции что-нибудь классное, думает, что надо идти. Когда на лекции пока не посвятили на нас этим светом, фосфор нашего сознания Кришны не светится. Посвятили, стал светить. О, у меня всё, я хочу, я хочу. Мы говорили с вами, что вдохновение на практике Ваидхи Саддана Бхакти исходит из духовного учителя, шастер и садху. Реально, мы от них вдохновляемся. Те, кто на уровне Рагануга Садданы, у них вдохновение исходит изнутри. И его не надо вдохновлять снаружи. Его не нужно заставлять говорить, что это благоприятно, карма сгорает. Блин, не надо такие вещи говорить. Вот это то, что означает эта фраза. То есть не нужно считать, что они становятся лентяями, которые не следуют принципам регулирующим. И вот так. Вот об этом фраза, об этом. Окей? У них пока нет. Они вообще хотят научиться быть слугами, да? А вот когда они вот прям хотят за ними следовать, прям такого, вот именно вот так служить хотят, вот это вот настроение, вот так хочу служить, вот его можно развивать. И для этого развития специальная практика, которая называется Рагануга. Ещё, ещё подождите. Ещё есть. Ага. Стремление уподобиться к какому-то определённому преданному развивается в человеке постепенно. И такую деятельность называется Раганугой. Ну то есть вот это желание, оно появилось, и оно постепенно развивается, и с помощью разных методик, которые называются Рагануга, садана, это желание будет увеличиваться. Теперь предостережение Шилы Праупады. Необходимо, однако, всегда помнить, что желание следовать по стопам обитателей Вриндавана не может появиться у человека до тех пор, пока он не очистится от материальной скверны. Вот какая засада. Всё же было хорошо. Уже прям копался в сердце и уже искал, где-то вот я помню про Гопи было интересно. Вот оно. Даже Мандалопати рассмеялся. И тут такая вот незадача. Оказывается, пока до тех пор, пока не очистится от материальной скверны. Следуя регулирующим принципам преданного схожения, человек достигает ступени анардханеврити, что означает очищение от всех видов материальной скверны. Слышали про анардханеврити? Вот есть такое распространённое заблуждение, что вот когда у меня анардхи, у меня анардханеврити, анардхи полезли. То есть вот было всё нормально, и тут полезли анардхи. Это анардханеврити называется. Нет, вы ошибаетесь. Это называется анардхаправрити. Или поливание анардх, вот они и разрастаются. Анардханеврити означает, что они уменьшаются. Вот если они увеличиваются, значит вы их поливаете. И вот чтобы у человека появилось вот это вот желание следовать за кем-то во Вриндаване, у него сначала должны все эти анардхи уйти, а не душить его. Дальше написано. Иногда можно видеть, как человек пытается имитировать преданную любовь, хотя при этом фактически не свободен от анардх, то есть дурных привычек. Бывали случаи, когда так называемые преданные объявляли себя последователями Нанды и Ишоды или Гопи, но в то же время было очевидно, что у него осталась отвратительная привязанность к материальному сексу. Подобное проявление божественной в кавычках любви не более чем имитация, и поэтому не имеет никакой ценности. Когда в человеке действительно пробуждается спонтанная привязанность к любовным принципам Гопи, в его характере не остаётся ни малейшего следа материальной скверности. Вот если человек покуривает, и он нарушает принципы, ни о какой рогонуге речи нет. У него не может быть просто, в принципе, он не избавился от вожделения. Только когда человек избавляется от этих вещей, когда он не мог, смотрите, ручья, помните, ручья, а сакти есть такие понятия, ручья — это когда человеку нравится служить, просто нравится быть слугой. А сакти, когда у него появляется какое-то конкретное, уже трансцендентное желание, каким слугой именно он хочет быть. Если нам в принципе не нравится служить, в принципе не нравится, мы как бы это делаем как садану, как пытаемся, как долг, пытаемся развиваться, избавляться от анард. Если нет такого вкуса к служению, то про «хочу следовать за Гопи» речи не идёт. Мы это просто сейчас изучаем, чтобы не путать это, потому что это есть в нашей традиции. Наш путь — это рогануга, рогануги. Это есть в нашей традиции, это всё про нас. Но просто чтобы не перепутать эти вещи с теми, кто искажает, для нас это актуально понять. Да, да, правильно, правильно. Итак, надо начать со строгого следования регулирующим принципам преданного служения, приписываемым шастрами и духовным учителям. Только полностью избавившись от материальной скверны, преданный может действительно стремиться следовать по стопам жителей Вриндавана. Итак, вот квалификация. Если у человека есть желание следовать за кем-то из жителей Вриндавана, он может начать за ним следовать. И это называется рогануга. Но чтобы это желание возникло, сначала нужно избавиться от всех анардх. От всех анардх. От вожделения, от жадности, от всех этих вещей. Когда сердце чистое, в нём проявится эта склонность, определённая склонность к какому-то служению. И вот он тогда может это делать. Теперь дальше пойдёт три текста. Шиларупа Госвами описывает практику рогануги в трёх текстах. Всю технологию описывает в трёх текстах. И Шиларупа Праупада тоже вот три абзаца, три части, комментарии говорит, в чём же эта технология заключается. Мы в шестнадцатой, Маджи, в шестнадцатой. Да, всё про неё, да. Первый текст, первая часть. Что, сейчас я скажу, мы до скольки преданы будем? Мы до половины, да? Да, мы не до пятнадцати. Слава Богу, мы всё успеем. Может, даже бавы достигнем. Итак, первый текст описывает технологию, как заключается практика рогануги. Шиларупа Праупада говорит. Рупа Госвами говорит. Тот, кто действительно очистился от материальной скверны, может постоянно помнить кого-нибудь, какого-нибудь вечного, преданного из Вриндавана, чтобы любить Кришну так же, как Он. Развив себе способность к этому, такой человек всегда будет жить во Вриндаване, пусть даже в мыслях. Вот Он говорит, я хочу идти за Ним. Вот, говорит, я хочу идти за Нандой и Шодой. Хочу идти за Ними. Что тебе надо делать, Ему говорят. Первое, тебе нужно что делать? Он очистился, он очистился, все нормально. Помнить. Нужно постоянно помнить об этом рогатмике, как Он служит Кришне, вот эти эмоции, которые Он испытывает, вот эти тонкости. Мы сейчас, ну, просто читаем, нам всегда во всех лилах одну и ту же философию рассказывают. Какую? О чём бы мы ни... Какие бы лилы про Кришну нам не рассказывали, всегда вывод какой? Кришна Бог. Да, надо служить. Надо служить. И поэтому надо служить Кришне. То есть очень всё философски правильно объясняется. Но рогатмики, те, кто следует за рогатмиками, рогануги, они уже тонкости начинают там, эмоции начинают понимать. Вот как вот это, как вот это. Какие тонкости. Вот на это они медитируют. Они перенимают образ жизни, характер этого преданного. Мощно? А вторая вещь, которую они делают, помнить. А второе надо, что делать. Не забывать не надо, говорить. Нужно находиться во вриндаване. Ну, во вриндаване там написано. И почему во вриндаване? Потому что вриндаван — это место, где вот эти отношения, где этот преданный. Потому что этот преданный, вот этот, не знаю, когда Нанда и Шода, они приехали на Курукшетру, да? Они же двоём приехали, да? Они приехали, я не помню. Да, они приехали. Кришну увидели, и Кришне было неудобно там. То есть вот они хотели его обнять, а тут, ну, как бы, цари, там, вот это вот всё, и неудобно было. Поэтому вот эти рогатмихи, они могут себя проявлять полностью, да? Вот эти настроения, это всё во вриндаване. Поэтому человеку рекомендует, кто практикует эту вещь, рогану гасадану, помните о своём, за кем он идёт. И второе — находиться в этом месте, где всё пропитано этим. Вот во вриндаване это делать легче всего. И если во вриндаване физически человек не может находиться, он в уме находится во вриндаване. Но не в смысле рикши, он там, и эти помойки, да, как бы во вриндаване. Помню, помойки там, вот эти вот. Про духовный вриндаван, вот эти вот истории, вот это всё. Духовный вриндаван. Это первый, первый текст. Дальше пишет Шилупрупада, предостерегает. Тому, кто действительно развил в себе сознание Кришны, второй текст, да, по-моему, да? Теперь второй текст. Это был первый текст. Первая часть. Вторая часть. Внимательно слушайте. Тот, кто действительно развил в себе сознание Кришны и постоянно занят преданным служением, не следует демонстрировать этого, даже если он достиг совершенства. Вот это вообще не надо никому рассказывать. Если, не дай Бог, вы достигли совершенства, никому не рассказывайте об этом. Если кто-то постоянно рассказывает о том, как он с Кришной видится там, это явно не то. То есть, ну, тут не надо это рассказывать. Сокровенные вещи. Сокровенные вещи. И это не то, что мы не делимся осознаниями, да, но я сейчас про другое говорю, что вот знаешь, вот там вот мы с Кришной пасём коров вместе, вот, водим хороводы, и так каждый день вообще. Никто об этом не рассказывает. Не надо этого делать. А если кто-то рассказывает? Если кто-то рассказывает, это нормально. Можно, ну, как бы, вдохновляться. Но вам не надо. Мы не смотрим на других. Мы смотрим на себя. Правильно? Рупа Госвами и Шрилопраупада говорят, тот, кому действительно развил в себе сознание Кришны и постоянно занят преданным служением, не следует демонстрировать этого. Даже если он достиг совершенства. Имеется в виду, что до тех пор, пока человек остаётся в материальном теле, ему следует продолжать действовать как преданному неофиту. Но не в смысле входить в рваных носках. Не про это. Как преданному неофиту, это означает, что он внешне также занимается ваидхи садана бхакти. Ну, в смысле, ходит на мангар, читает установленное количество кругов. Вот. Внешне никак не надо это показывать, что у вас там внутри что-то происходит. Даже чистый преданный должен придерживаться всех принципов. Даже чистый преданный должен придерживаться всех принципов преданного служения. Однако, когда он осознаёт своё истинное отношение с Господом, он может, продолжая выполнять обязанности в регулируемом служении начать думать о Господе, выбрав в себе руководителей кого-нибудь, какого-нибудь преданного из ближайшего окружения Господа и развивать в себе трансцендентную эмоцию, следуя примеру этого преданного. Вот второй стих, мы говорим первый, второй. Второй говорит о том, что у человека есть два тела. Давайте я этот стих прочитаю. Или он у меня есть, или нет. А стиха нет. Ладно, я забыл его. Скопировать. Там садакарупа и ситхарупа. Два тела у человека есть. И в этом тексте говорится, что человек должен следовать за своим рогатмиком, за тем, у кого он хочет учиться. Он должен следовать как на уровне совершенства ситхадехи, так и на уровне садхи, садхадхи. И что это означает? Это означает, что как внешне себя вести, ему нужно смотреть, как ведет себя рупа-гасвами. У вечных спутников Кришны есть формы, в которых они ведут себя как в духовном мире, как рупа-гасвами ведет себя в духовном мире. Он рупа-манжаре, и в духовном мире совершает сокровенное служение. А как он ведет себя как садхака? Спит два часа в день, остальное время занят садхиной. И вот это два тела. И вот тем, кто будет следовать за рупой-гасвами, ему нужно здесь, в материальном мире, делать как? Два часа на спутник. Так, как вел себя рупа-гасвами здесь. А в духовном мире, как он будет практиковать? Ну вот как он помогает там, соответственно, в этих лилах. Поэтому на внешнем плане человек, два тела, напишу вот так, два тела. В материальном теле, в материальном теле или сид садхана дехи, садхана деха. Да, рагануга, да, вот этот человек. Садхана дехи. Ему нужно следовать, смотреть, как вели себе эти спутники Кришны, когда они играли роль садхана. Ему нужно внешне следовать за ним. То есть два часа спать и двадцать два часа садханы. Ну или пытаться в том направлении. То есть строгое, строгость и всё остальное. А в духовном теле он внутри медитирует. Хотя внешне он делает такие простые вещи, как и все. Ходит на санкиртану, моет посуду, готовит пирожки. Но внутри у него не то, что у начинающих преданных. Внешне он ведёт себя как неофит. Но внутри у него медитация. Примером такой практики является Ши Шьямананда пандит. Шьямананда. Помните, какая у него была практика внешняя? Он приехал, он учился здесь вместе с Наратамом и Шиневасом. Он учился у Дживы Гасвами. Его духовный учитель послал сюда обучаться Бхактишастрам. Он учился. И он практиковал рогану Гасадану. Она заключалась в том, что внешне он просто подметал сева кунж. Он не ходил в сари. он не делал вот эти все штуки. Он просто подметал, смиренно подметал. Это вообще непрестижное служение подметать, особенно в Индии. Считается не очень высокие занятия. Он подметал этот севакунж, но не просто подметал. Внешне, казалось, подметает. бхакта, подметает. А внутри он находился в медитации. И что в итоге подметался настолько, что нашел браслет, чьи матери Адхарани. Ну и всю историю вы знаете. И он скрывал это. Он пытался скрыть эту лопату, которую он закопал, этот браслет, она правда золотая стала. Пытался скрыть все это. Тилку эту запрятать. Ну то есть как-то вот все вот. Не то, что он там. А вот знаете, я встретился с кем. Сама Лолита Деви приходила. Просил у меня браслет, а я не отдал, нет. Я говорю, я хочу верить твою госпожу. А ишь, сразу отдай. Нет. То есть об этом никому. Он сказал только Дживи Госвами, потому что ему разрешили. То есть Саддакадехья подметает, ходит на Санкиртану, печет пирожки, занимается похоронением божествам. А внутри у него медитация. Это второй текст. И дальше Шива Прабхупада описывает, что есть люди, которые этот второй текст понимают неправильно. Их называют, эта практика называется ситхапранали. Принимая во внимание, нужно с осторожностью относиться к так называемому ситхапранали. ситхапранали следует следует пракрита сахаджи, одна из сект псевдовайшнауф. По мнению Рупа Госвами, подобная деятельность не более чем помеха на пути к настоящему преданному служению. Помните себе, ситхапранали это слово. Ситхапранали значит совершенство, пранали означает путь. Ситхапранали значит путь к совершенству. И такая практика была в нашей сампродае, авторитетная практика. Действительно, когда человек достигал высот в своем духовном развитии, духовный учитель ему открывал, кто он в духовном мире. Он открывал ему. Открывал ему сварупу, то есть объяснял ему. Он давал ему 11 моментов Экадаши Бхава, 11 моментов, на которые ему нужно медитировать. Его возраст, его, как он выглядит, каким служением он занимается. То есть человеку дается это и он начинает на это медитировать. Внешне продолжает подметать, а оно медитирует на свою духовную форму. Все это работало, все это работало, но, к сожалению, потом все это выродилось. И выродилось в две вещи. Первое, человек не давал эту ситхопранали человеку, который еще не избавился от вожделения. Он, в принципе, не квалифицирован думать об этих вещах. И эта ситхопранали, вместо того, чтобы возвышать этого человека, просто пудрит ему мозги. Человек начинает просто фантазировать. Он не живет этим, а он придумывает себе какую-то там свою форму. Он не чувствует этого, он не достиг этого, это еще не жизнь, его он просто фантазирует. Одни это фантазеры, которые пытаются там как-то нафантазировать себе духовную жизнь. А другие интересные люди, они говорят, что я сейчас уже буду тренироваться, вести себя как гопи уже здесь и сейчас. И они начинают переодеваться. Ну, или павлином там быть. Ты, говорит, что делаешь? А я вот тренируюсь быть павлином. Я павлин духовном мире. Так какой ты павлин вообще? Ты еще этот, ты еще тело вообще. Ты тело. Ты просто материальное тело. Тебе нужно от этого избавиться. И вот это два отклонения, которые есть. И, то есть, хотя ситха пранали изначально была в нашей традиции, но просто сейчас нет людей квалифицированных, чтобы это получать. И Бхаксан Сарасвати, он отверг этот путь, соответственно, и Шила Праупада. То есть, к тому времени, когда Шила Праупада говорит, что вот есть люди неправильные ситха пранали, к тому времени, когда пишет Шила Праупада об этом ситха пранали, вот ситха пранали представляет собой вот такую разрушенную, извращенную форму. То есть, этому не следуем. Поэтому надо быть аккуратным, когда будут давать, не берите. Простите. Через святое имя. Мы все получаем через святое имя. Нам не нужна эта вещь. мы не квалифицированы. Оно придет. Сначала избавляемся от грубых вещей, потом нравится служить. Просто до тех пор, пока вам не нравится служить, вообще можно про это не переживать. Когда начало нравится служить, вот тогда вот это нравится, она может принять какую-то определенную форму, и появится такая тяга. Что конкретно из спутников Кришны вас привлекает. До этого момента все надо читать, вдохновляться, очищаться. Но это так, что на будущее тут же сразу наука. Второй текст и третий текст, третий текст, который описывает Роганугу, Шеларупа Госвами говорит, что авторитетные ачарьи рекомендовали не отступать от регулирующих принципов даже после того, как мы разовьем себе спонтанную любовь Кришне. То есть третий стих говорит, что даже когда спонтанная любовь начинает проявляться, тем не менее человеку не нужно оставлять 64 анги преданного служения. 64 анги остаются, просто они могут немножечко акценты поменяться. То есть человек может больше слушать о пастушках или больше слушать о гопе или служить божествам определенным образом. Сейчас у нас по панчаратрике мы служим, все строго, все четко, чисто, вовремя. И там тоже остается вовремя, чисто, строго, но он может допустим прилечь в алтаре, чтобы охранять друга своего. Или арати проводят преданное. Знаете, что арати означает, да? Арати что означает? Да ладно, не знаете? Пуджа вот это что означает? Вот мы делаем элементы, то есть это вообще встреча дорогого человека. То есть так царей встречали. Царей или, я не знаю, дорогих для нас людей, их там, ну, как это, первое, что, благовоние, что там, лампада, лампада, то есть открывается дверь, дверь открывается, и раз лампадку, кто там? То есть лампада, то есть это ритуал, традиционный ритуал встречи гостей. И вот также там говорят, что это элементы, вот что мы, ты бог, это твои элементы. А вот на уровне рогануги человек, он будет внешне делать те же самые вещи, но настроение будет другим. Он там купает своего Кришну маленького, он там еще что-то, как-то там по-другому, я же не знаю, я не специалист, но настроение будет другим. Поэтому 64 анги остаются, какие-то из этих анг могут измениться в том, ну, под баву этого человека. Какие из этих анг может быть человек измениться могут. Все, наверное, на этом хватит. А то я что-нибудь еще не то скажу. Ну, все, вот рогануга из этих трех этапов состоит. То есть третий этап, 64 анги остаются. Итак, первый стих следовать за рогатмиком означает, что мы помним об этом рогатмике и живем во варендавании. Второе, что на внешнем плане, я веду себя как неофит, в смысле продолжаю подметать, повторять, ничего не меняется. Но внутри медитация, в духовном теле медитация идет. И третий момент, что 64 анги остаются. Вот и вся практика рогануги, технически она так происходит. Дальше еще немножечко нужно об этом сказать. Тех преданных, которые следуют за рогатмиками в настроении камы называют кама нуги. А те, которые следуют за родственниками Кришны самбанда нуги. Ну вот соответственно они разделяются. И те, кто следуют за самбанда кама нуги, здесь приводится, что они делают, чтобы развивать свое желание за ними следовать. Ну вот эту привязанность. Она развивается под две основные у них практики. Это поклоняться божествам Радхи и Кришны и слушать про Радху и Кришну. Вам вообще интересно это? Нет? Или просто надо пройти, чтобы ну все, что нам не нужно всегда интересно, да? Да, кама нуга делится на две. На две категории. Одни это преданное служение в супружеской любви может относиться к одной из двух категорий. Кодственным супружеским отношениям или непосредственным. И в том и другом случае должен следовать с поступом определенной гопи занятым таким служением на галоке Вриндавана. Непосредственная привязанность к Кришне супружеской любви на санскрите называется кели. Кели подразумевает непосредственное соединение с Кришной Личностью Бога. То есть одна категория преданных которые практикуют Каманугу они хотят быть вместе с Кришной. Вот вместе с Кришной хотят быть. А другая категория если такие преданные которые не хотят непосредственно общаться с Верховной Личностью Бога они предпочитают насхождаться с пружескими отношениями Господа с Гопи а вот здесь вот есть Кришна и Гопи и вот этот он не хочет туда ему хочется служить им. Это называется Манджари да? Манджари не хотят быть с Кришной вместе они хотят служить Кришне и Гопи чтобы у них все было хорошо. Ну нет непосредственно они не хотят лично с Кришной общаться. Оно считается высокий уровень. Оно высокий уровень да? А тут все на экзамене будет? Да нет конечно. Туго да. Уловили да? То есть две категории одни Манджари которые хотят чтобы Радха и Кришна и Гопи были вместе и они служат им сами не хотят быть близко лично общаться а другие хотят лично общаться это все великие святые вообще все великие мы просто технически изучаем чтобы было понятно что есть такое а вот дальше написано этой ступени супружеской любви могут достичь только те кто следует регулирующим принципам преданного служения в частности поклоняются Радхи и Кришне в храме в храме в таких преданных постепенно развивается спонтанная любовь к божеству в храме и слушание о любовных отношениях Господа с Гопи то есть как Камануга развивается божества и слушание Радха и Кришна и слушание Радха и Кришна вот они основные практики для того чтобы это растить в себе преданная мы вот с самого начала Радхи и Кришне похороняемся нет да говорят ну то же самое да и слушаем же про Радху и Кришну то есть элемент Рагануги в нашей практике есть хотя это Ваидхи Садана но мы называли это как Джива Гасвами Аджата Руча Рагануга то есть Рагануга который еще не имеет вот этого вкуса еще непонятно кто мы что мы но элементы есть Харе Кришна мантра это сокровенная мантра которую гопи поют там для Кришны Радхи Кришны божества Радхи Кришны которым мы хотя сейчас похороняемся как Лакшми Нарайны но тем не менее концепция Вриндавана у нас есть Шримад Бхагавата все это элементы Рагануги Рагануга Саданы вот ну просто у нас это ну как Ваидхи делается и еще одно деление есть Каманук это то что отношения с Кришной могут быть как это называется законный незаконный паракия и свакия да давайте поприличнее назовем кия и свакия паракия означает что не как муж и жена а свакия это как муж и жена если вот эти как мужик как вот это вот как незаконный как это называется да а да да ну то есть если Кришне соответственно в Двараке у Кришны жены да а во Вриндаване возлюбленные гопи то есть получается у нас здесь гопи а здесь два рака ну это эзотерика уже это эзотерика да и интересно что даже во Вриндаване есть ой сейчас не хочу в эту эзотерику бог с ней ну вот все что вот в этой главе написано что есть соответственно те кто хотят служить Радхе и Кришне и гопи лично не хотят есть те кто хотят лично быть возлюбленными Кришне есть тех кого привлекает гопи Вриндавана как они как любовники Радхе и Кришне и Смакия это Дварака Рукмини и Дварака Диши Кришне что еще у нас осталось кто может да там еще возникает вопрос могут ли мужчины практиковать каманугу вот и приводится пример мудрецов из Дандакарани из Дандакарани которые пришли к Господу Румачандре и заявили что они хотят быть его женами и он ничего не сказал на это но в следующей жизни они родились гопи во Вриндаване и стали женами Кришны поэтому материальное тело не отражает сейчас знаете иногда вот ну вот я значит пастушок или я ну наверное я манджари ну вот как бы вот так смотрю с зеркалой ну явно манджари так вот это тело она сейчас это тело вообще никак нашу сваруку не отражает она отражает наше вожделение с прошлой жизни вот фотография наших нашей прошлой жизни вот тонкое тело прошлой жизни вот оно здесь поэтому и те кто в мужских телах и в женских телах они могут уже когда сердце очистится они могут почувствовать влечение к определенному виду схожения и это могут быть как пастушки так родители Кришны и лопи вриндаваны и еще еще одно есть родительские отношения когда описывает здесь Шила Праупада сейчас внимательно пять минут осталось внимательно послушайте когда преданные хотят следовать за родителями Кришны это называется Самбанда Нуга и приводит пример Шила Праупада когда Нарада Муни посоветовал одному пожилому человеку который вот хотел вот стать отцом Кришны он ему посоветовал поклоняться божеством уже в настроении отца Кришны и это как элемент Самбанда Нуги и там предостерегает наш Шила Праупада когда вдруг у нас это начнется и мы захотим следовать либо за гопи либо за пастушками либо за Нанды Махараджи и Ешоды он говорит только не вздумайте хотеть занять место Ешоды или Нанды или Радхарани или Чандравали или Лалиты или Судамы не вздумайте потому что это место уже занято и хотеть стать Яшодой или Нандой это то же самое что хотеть стать Кришной это такая же Майевада если человек ну хочет этого то его Рагануга Садана будет полностью разрушена Кришне очень не понравится поэтому наше положение не стать Яшодой или Лалитой или Сумбалум а мы слуги этих преданных и соответственно следуя за этим преданным мы не хотим заместить его собой хотим быть вечными слугами этого преданного вот такую особенность о практике здесь говорит Шила Пхабхана Харе Кришне Харе Кришне